Итак, друзья, сегодня мы с вами напишем акварельный скетч по мокрому, который может стать предварительным эскизом к вашей основной работе. Я напишу тюльпаны, а у вас много, думаю, и своих референсов, и в уроке вы найдете красивых разных цветов. Также их очень много в интернете. Какие вам больше понравятся, те и пишите. И, как всегда, настоятельно призываю не писать именно то, что написала я, или написать то, что написала я, а потом написать еще свой сюжет. Смотрите, сколько у вас есть времени, сколько позволяет сила. Начну с того, что покажу свою подборку цвета даже к такому небольшому скетчу. Потому что я считаю, что цвета очень важны, чтобы были подобраны гармонично. У меня цвет занимает одно из наиболее важных мест в работе. Поэтому я всегда подбираю цвета заранее. Даже если, например, вы завтра идете на пленэр, и вы знаете, что вы будете писать фиолетовые ирисы, вы можете посмотреть все свои краски, какие у вас есть в этой цветовой гамме. И сделать какую-то вот такую цветовую подборочку и посмотреть, насколько цвета сочетаются между собой. Как они взаимодействуют, затекают друг в друга. Какой зеленый вы будете использовать для светлых тонов, какой для темных. И именно как вот между собой, вот как здесь я подбирала красный относительно к зеленым. То есть я сразу определилась с красным, да. Но вот зеленые подбирала, какие мне больше подойдут. И сегодня я буду писать вот этими двумя зелеными. Это оливковая и зеленая тень. Вот. А красная, у меня такая теплая красная, это Scarlet Lake. Очень такой красивый, чистый, красный, теплый цвет. Вот. Поэтому всегда советую делать вот такую цветовую подборку, чтобы попасть. Писать будем по-мокрому. Лист я уже намочила. У меня небольшой такой сегодня формат. И это, собственно, такая зарисовка. Не, ну, как эскиз, можно сказать, к полноценной работе. У нас не всегда есть на пленере время, да, чтобы сделать долгую, такую вдумчивую работу. Часто у нас бывает каких-то 15-30 минут, да. И их не стоит терять, расстраиваться, что у нас нет времени на более продолжительную работу, да. Можно провести их с пользой и сделать небольшую такую зарисовку. Вот. Тем более сейчас весна, да, сейчас начнется лето. И очень много будет натуры кругом. Вот. Поэтому стоит потренироваться, чтобы все время, которое у вас есть, можно было использовать с пользой. Будь то несколько часов или же 15-30 минут. Вот. Начну я с самых ярких тюльпанов, собственно, с самих. Предварительный рисунок я не сделала совсем. Вот. Потому что... Потому что, еще раз повторюсь, это такой быстроскетч, да. Вот. Лист у меня очень мокрый. То есть я его буквально вот только намочила. И сразу же по нему пишу. Не жду, что вода впитается. И не жду, когда он подсохнет. Потому что хочу, чтобы краски, как всегда, играли между собой. Чтобы было больше затекания. Вот. И тут в такой технике, если вы попробуете писать тоже по очень мокрому листу, то важно понимать, что краска будет расползаться и всегда выдерживать расстояние. То есть если вам нужен вот такой цветочек, да, вы его должны написать меньше. Примерно на 5 миллиметров с каждой стороны. Потому что краска выйдет за свои границы, которые вы нанесете. Вот. И также краски два разных цвета. Не стоит вплотную друг к другу наносить. Надо оставлять небольшой зазор, чтобы не получилось грязи. Вот я вот эти вот горящие тюльпаны наношу. Вдалеке сделаем маленькие. Где-то у меня совсем-совсем мокрая бумага. Значит будут такие абсолютно разные эффекты. Где-то она более мокрая получилась. Где-то посушим. То есть сейчас тренируемся так, как вот и в предыдущих уроках я говорила. Расслабиться, не требовать от себя многого. Сделать просто небольшую хорошую зарисовочку. Даже вот, например, когда выходите в первый раз на пленэр, да. И вроде даже если есть время, все равно полезно начать вот с таких небольших зарисовок. Почувствовать. Ну вот как-то влиться в это. Не делайте цветы слишком... Ну вот, чтобы они были прям все вырезаны и отдельно. Делайте где-то отдельно, где-то группки цветов такие, чтобы композиционно это было интересно. И вот здесь. Сейчас я буду вводить уже зеленый, а тени на бутонах напишу тоже зеленым. Тюльпаны достаточно такие вообще простые цветы, но вот тут как раз в этом и сложность. Вот эту вот простоту передать так, чтобы она была красивая и интересная. Показать эти бутончики. Все, я сейчас буду приступать уже к зеленому. Зеленая у меня, повторюсь, это оливковая. Только оливковая я сейчас буду использовать не невскую палитру, а корейскую. Она более такая... Что ли, как сказать? Более зеленая. А у невской палитры она более такая желтая. Вот когда высыхает, получается вот такой вот этот вот цвет. И вот здесь вот, когда бумага такая сильно влажна, важно, как я сказала, выдержать вот это расстояние, сделать так, чтобы все не заливалось. И еще помним, что у нас, собственно, это все не просто зеленый фон, да, а что это листья какие-то. Не сильно стараемся повторить наш, как всегда, сюжет. Ну, не сюжет, а именно рисунок, да? Наш референс. Можно фантазировать здесь бесконечно. У меня такая проделающая задумка, чтобы сделать здесь какое-то одно такое зеленое пятно и здесь оставить отдельный такой кусочек. Не закрашивать его полностью. Сейчас я прохожусь светлым зеленым, да, оливковым. А потом я перейду уже для теней к зеленой тени. И нанесу тени. То есть такая простая-простая зарисовка в три цвета. Можно выбрать нарциссы, например, очень красивые, да? Можно... Сейчас только цветов. Здесь хочу поплотнее положить. То есть, в принципе, даже в такой небольшой зарисовке можно какую-то попробовать идею реализовать. Вот эти вот листья тюльпана, да? Похоже на какой-то паттерн сейчас работаю. Главное, постарайтесь не бояться цвета. Урок я специально назвала цвет, чтобы именно нацветила и акцентировались. Вдохновились перед всеми этими предстоящими пленэрами. Вот. И почувствовали такую в себе силу. Так, наверное, с оливковым пока я сейчас закончу. И перейду уже к темному зеленому, зеленый тень. Конечно, не обязательно использовать разные зеленые. И не обязательно использовать именно зеленые. Вы можете по классической схеме мешать зеленый из синего и желтого, да? Вот. Можете брать какой-то светло-зеленый, да? Такой желто-зеленый. Например, майская зелень. Такой яркий, мощный. И добавлять в него, даже тот же, если самый красный добавить, цвет станет темнее. Вот. Или какой-то темно-синий. То есть не обязательно именно вот такой подход, как я здесь использую, что светлое и темное, это отдельные зеленые. Можно намешать что-то интересное. Так, и тень в тюльпанах. Я тоже делала вот этой зеленой тенью. И, собственно, когда... Из-за того, что бумага такая влажная, краска перемешивается, и зеленая тень уже выглядит, как... Такая темно-бордовая сразу же получается. Так. И вот здесь уже местами подсыхает бумага, и будут тоже такие другие касания. И, наверное, уже когда подсохнет где-то бумага, я хочу вот такой вот кистью для фактур сделать еще вот эти вот ощущения вот этих прожилочек на листах. Так. Добавлю их. И эти же прожилочки еще и на тюльпанах такие. Такой декоративный момент. Вот. Но при этом не хочу добавлять их везде, вот эти декоративные моменты, да? То есть я их добавлю частично. Вот. Чтобы это было гармонично. Ну и дальше уже вот дорабатываем, добавляем тени, смотрим на натуру, что-то фантазируем, что-то берем с натуры. Лист уже начинает подсыхать. Я использую 190 грамм Сандерс. Он достаточно быстро сохнет. И я это специально сделала, чтобы этюд... Ну, потому что планировала непредположительный этюд. Вот. А то не смогла бы вот сейчас уже делать, да, такие моменты по-сухому, потому что лист был бы такой водной подушкой. Главное сейчас вот в этом... Главное сейчас в этом моменте не переборщить с деталями. И у меня сейчас вот такая идея, чтобы здесь был фокус. То есть вот здесь я максимально нагружу свой скетч деталями. Вот. А здесь я оставлю вот многое в таком расплывающемся моменте, чтобы именно вот моя работа была интересной, чтобы она не была проработана везде, как вот ткань, да. И здесь она такая же, и здесь, и здесь такая же. А чтобы она была интересной. Так. Можно прибегнуть к каким-то таким декоративным моментам. Тоже по вашему желанию. Так. Главное на данном этапе сдержать себя и не переработать. Вот это тоже очень важно. Очень важное такое умение, которое приходит с временем, с опытом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...